МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МОЛГОРО-2017. Сегодня в Чувашии стартовал межрегиональный форум. Межрегиональному форуму МОЛГОРО дали официальный старт. Сегодня для его участников были проведены первые мастер-классы. Одним из спикеров стала глава республики. В этом году образовательный лагерь принял более 700 человек из разных регионов страны. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. И вновь левый берег Волги. Спустя два года молодежный город прописался на фоне живописных пейзажей в Сосновом Бару. Отсюда открываются потрясающие виды на столицу. Несмотря на капризную погоду, участники форума готовы перенести все прелести походных условий. Они проживают в палаточном лагере. Вчера вот приехали вечером. Было довольно-таки сложно установить себе палатки. Они все улетали. Ночью было прохладно, но мы с ребятами как-то утеплились. На МОЛГОРОДе на самом деле третий раз. Но в качестве полноценного участника, по-моему, первый. Потому что до этого приезжал просто несколько дней, либо помогал организаторам. Хочу получить много знакомств и побольше новых знаний. Жизнь в МОЛГОРОДе бурлит. Каждый день здесь проходят спортивные турниры, концерты и мастер-классы. Образовательная программа форума насыщена. Эксперты читают лекции начинающим предпринимателям, журналистам и тем, кто мечтает стать политиком. Меня зовут Екатерина. Я пишу о вас диплом сейчас. То есть о вашей деятельности за последние пять лет. В основном разбираю ежегодные послания. Тексты послания и сами материалы послания. И вот у меня такой вопрос. Какая все-таки основная цель ежегодных посланий? Главная цель – это защита интересов государства. Защита интересов народа чувашьего. Вот привитет моей деятельности – это два принципиальные вот такие вещи, занимая эту государственную должность. Глава республики ответила на вопросы молодых бизнесменов. Для тех, кто начинает свое дело с нуля, в регионе предусмотрели меры поддержки. С пути предприниматели устраняют барьеры, им выделяют льготные кредиты и предоставляют площадки для строительства. Самое главное – будьте инициативными. Не сидеть, не ждать. Всегда надо быть инициативным. Тем более век рыночной экономики, век информационных технологий. Все надо успевать и все надо еще успевать оценить. Молодых людей волнуют и перспективы тракторного завода. Они уже слышали, что там началось восстановление производства. В принципе, через несколько месяцев тракторный завод заработает на 50% мощности на первом этапе. На втором этапе, в конце года, в начале следующего года, заказы есть, просто потеряли доверие. А доверие обратно зарабатывать очень сложно, тяжело. Ну а кто-то приезжает не только, чтобы у других поучиться, но и себя показать. На площадке научного творчества свои проекты представили студенты вузов. На кафедре Чувашской сельхозакадемии разработали новую модель двигателей для комбайнов. Чтобы не использовать дорогущие установки, которые приводят в движение, в комбайне есть сжатый воздух. И вот мы путем сжатого воздуха вот эти две шестерни и в дальнейшем вот на комбайны. Значит, ведется патентный поиск по данной работе. От студентов не отстают и школьники. Ученики столичного кванториума изучают свойства улиток. Опять же, идут исследования слизи улиток. Ее применяют в косметологии, в лекарствах, в мазях, в заживляющих используют иногда. На этом вы уже можете зарабатывать, да. Еще один реализованный проект – специальная программа для изучения чувашского языка. Тут нажимаешь на кнопку, и она тебе говорит, что это за буква. Вот, с цифрами то же самое. Очередной «Молгора» также должен стать фабрикой идей. Форум будет работать до конца недели. Мастер-классы для его участников проведут. И ведущие эксперты из Москвы. Дмитрий Ковалев и Олег Якимов. Республика. Блестящим результатом порадовала команда Чуваши по итогам пятого национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Russia, прошедшего в Краснодаре. Глава Чуваши Михаил Игнатьев встретился с победителями конкурса. В копилке наших ребят три медали за профессиональное мастерство. Высоких наград удостоены студентка Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства Анастасия Иванова в номинации «Облицовка плиткой». Студент Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции Евгений Краснов стал лучшим среди кондитеров. Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа Полина Николаева отличилась в номинации «Хлебопечение». Успех налицо, однако молодым специалистам необходимо всегда держать руку на пульсе, профессионально расти и стремиться к более высоким результатам. Лидерское качество надо сохранить по жизни, навеки веков, так скажем. Иначе мы не будем успешными и будем проигрывать нашим конкурентам. За особую творческую стремленность лучшим представителем студенчества Михаил Игнатьев вручил заслуженные награды. Родион Архипов, Александр Петров, Республика. Глава Чувашии Михаил Игнатьев и начальник Горьковской железной дороги филиала ОАО «РЖД» Анатолий Лисун обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Речь шла об организации грузовых и пассажирских перевозок, пригородного сообщения содержания подведомственных объектов. Начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лисун отметил, что в Чувашии ее услугами пользуются весьма активно. Это касается и пассажирских, и грузовых перевозок. Но выгрузка в последнее время сюда пошла и мощно пошла. Мы даже иногда здесь дополнительные локомотивы вынуждены вводить. То есть завоз продукции идет. В июле истекает срок действия договора с компанией «Содружество», которая выступает перевозчиком пассажиров на пригородных поездах. Следовательно, нам нужно готовить новый документ, в котором будут актуализированы все условия сотрудничества. Кроме того, есть два железнодорожных переезда в Урнарском районе, которые необходимо закрыть. Горьковская железная дорога прекратила их обслуживать несколько лет назад. Они находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают требованиям безопасности. Все эти вопросы, которые нас касаются, которые тоже не решаем годами, уже это надо решить. Я чисто для наших отношений, для того, чтобы в дальнейшем на принципы уважения и доверия работали, на общее социальное самочувствие наших жителей, пассажиров, которые ездят. Михаил Игнатьев отметил, что сотрудничество с руководством Горьковской железной дороги носит конструктивный характер. Анатолий Лисун, в свою очередь, обратил внимание на коммуникационную открытость органов власти республики и налаженное взаимодействие. Территория в центре Чебоксар между улицами Никольского и Пирогова. Сейчас там дачные участки. А что будет в будущем? Публичные слушания на эту тему прошли в столичной администрации. Ольга Пырочкина подробнее. За свободу! Под таким девизом пришел на публичное слушание Вячеслав Кудряшов. Он председатель садоводческого некоммерческого товарищества «Свобода». И за то, чтобы на этом месте остались сады, а не выросли многоэтажки, готов бороться до конца. Я думаю, нас очень трудно снести. Дело в том, что наши земли в собственности, это общие дороги, земли в общее пользование. И живут с пропиской у нас. Есть люди с пропиской. Живут круглогодично. Сады и огороды – это хорошо. Но не в центре же города, возражают дачникам архитекторы. Они предлагают на территории между улицами Никольского, Пирогова и 30-й автодорогой новый микрорайон на 24 дома высотой до 16 этажей, что соответствует карте градостроительного зонирования. Проектная территория имеет высокую градостроительную ценность ввиду того, что город развивается и численность его растет. У города возникает потребность в отыскании новых территорий под застройку. Окраины уже не могут покрыть территориальный дефицит. Помимо жилья, проектировщики запланировали два детских сада, школу и две подземные парковки. Тем дачникам, кого не прельщает такая перспектива, главный архитектор Чебоксар пообещал – насильно участки ни у кого отбирать не будут. Все будет зависеть только от собственника. Согласны продать – значит продаете. Не согласны – значит дальше продолжаете выполнять или использовать эту землю так, как использовали. Земельные участки по закону могут изыматься принудительно только в тех случаях, когда они мешают прокладке дороги или коммуникации муниципального значения. А это не тот случай. Так или иначе, вопрос по данной территории остается открытым. Ольга Пырычкина, Андрей Шоклев, Сергей Адушкин, Республика. В Чебоксарах проходит методический сбор руководителей главных подразделений по защите информации органов государственной власти. В нем участвуют 14 регионов ПФО, включая нашу республику. Сегодня в ходе первого собрания руководитель Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Павел Максяков отметил, что главная цель встречи – обменяться опытом и найти новые пути решения проблемных вопросов, связанных с деятельностью региональных систем защиты информации. Обсуждение продолжится и завтра. В Чебоксарах в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» закончили ремонт улицы Дзержинского. Качество работ проверяли сегодня необычным способом. Стою на асфальте в лыже обутой. Вот так. В том числе в Чебоксарах проверяют качество ремонта дорог. Ну что, готовы? На старт, внимание, марш! Мы не верили, что качество ремонта дорог в Чебоксарах действительно проверяют спортсмены на лыжах-роллерах, пока не увидели это своими глазами. Оказалось, что это один из способов так называемого субъективного контроля. Ни один лабораторный анализ не покажет изъяны, которые почувствуют такие проверяющие. Любая ямка, любой камушек, это как бы сказывается. Дорога ровная, хорошая, но она больше подходит для автомобильного транспорта. Ну чего добивались, собственно. Да, дорожники молодцы. Дай бог, чтобы у нас в городе было больше таких дорог. Пока спортсмены едут, члены общественной комиссии осматривают дорогу и разбираются в документах. И это еще одно новшество в контроле качества работ. В комиссию вступили те, кому надоело просто жаловаться на дороге. Основная цель понять и, как говорится, почему у нас все-таки дороги не настолько, не такого качества, как хотелось бы. И сделать все возможное в своих силах для того, чтобы, ну скажем, исправить ситуацию к лучшему. У нас 19 человек в общественном совете, который проверяет, значит, деятельность подрядчиков. Тоже там и по субъективным ощущениям, и присутствуют при замерах. Они высказывают свои пожелания, свои замечания. В том числе замечания к производству работ. Вот где-то знаков не хватает, где-то оставили, например, блоки, не оградив. Связь прямая, так что исправляют недочеты быстро. В письменном виде, также у нас группа на Вайбере. Есть, также можно тут же отправить фотографию. И все как бы реагируется моментально. Ремонт дорог в Чебоксарах в самом разгаре. Так что лето у общественников и спортсменов будет насыщенным. Ольга Пырычкина, Сергей Адушкин, Республика. В состав общественной палаты России от некоммерческого партнерства Чувашия «Мега цель» лучший город вошел Дмитрий Донсков. Он был инициатором и руководителем проекта «Чувашия.Роста России» в начале 2000-х годов. Федеральный инспектор по Чувашской республике. Президент Чувашского филиала Российского союза боевых искусств. Сейчас руководитель штаба позитивных изменений опорного Вятского госуниверситета. Модератор сельского экономического форума «Шагарданский диалог». Сегодня день рождения Аркадия Павловича Айдака. Ему исполнилось бы 80 лет. Имя Айдака в нашей республике известно, пожалуй, каждому взрослому человеку. 45 лет он руководил колхозом «Ленинская искра» Ядренского района. Именно при нем колхоз стал одним из самых передовых в Чувашии и стране. С него брали пример. Молодые аграрии приезжали сюда за опытом. До сих пор многие фермеры используют айдаковские наработки в организации своих хозяйств. И довольно успешно. На родине в деревне Верхней Очаки Ядренского района побывала и наша съемочная группа. Когда заезжаешь в деревню Верхней Очаки, в глаза сразу бросаются плантации хмеля. Когда-то в колхозе было около 100 гектаров хмельников. В конце 1980-х годов работал собственный пивозавод. Сейчас, правда, втрое меньше. Но есть намерение увеличивать площади. На сегодняшний день у нас плодоносящих хмеля плантаций 24 гектара. На сегодняшний день мы все в свое время закончили. И обрезку, и подвеску, и подвеску. Сейчас на сегодняшний день закончено. Тут, где мы находимся, раньше было 30 гектаров при Аркадии Павловиче. По хозяйству 98 гектаров было хмель. Хмель считался зеленым золотом для Чувашии. Всегда зеленое золото считали. Всегда прибыль приносило. А в 90-е, когда политика изменилась, начали Европу закупать. А сейчас Европа хмеля не стала. Сейчас опять чувашеский хмель требуется для всей России. На сегодняшний день стало выгодно выращивать хмель. Мы готовы удвоить площади. И только бы программа на российском уровне заработала, как запланировано. Зато совсем незначительно за эти годы в колхозе изменилось поголовье скота. Сейчас на фермах более 300 дойных коров. Каждая дает 24 литра молока в день. Это один из самых лучших показателей в республике. Специальная схема по содержанию черно-пестрый буренок, придуманная Айдаком много лет назад, работает и по сей день. В наше время таких людей почти не осталось. Он был в свое время на своем месте. Он делал для охраны природы, для защиты урагов. Катя Балыча был душевным. Он никогда не ругался. Он был педагогом, учителем. Аркадий Айдак старался сохранить и традиционные чувашские обряды. К примеру, по его инициативе был создан вот этот музей натурального хозяйства. Крестьянская изба, баня по-черному, сарай, амбары. В избе ткацкий станок, люлька, настоящая печка и много других интересных предметов быта – чувашской одежды. Нередко сюда приезжают иностранные туристы. Из Турции гости приезжали, ученые приезжали. Они тоже. Я на улицу выхожу, я спрашиваю, а у вас есть переводчик? Они мне по-чувашски отвечают. Нам переводчик не нужен. Мы сами по-чувашски очень хорошо разговариваем. Они, оказывается, изучали чувашский народ, как поживает чувашский язык. Людмила Петрова не только проводит экскурсию по подворью, но и учит варить домашнее пиво и даже выращивать лен. И обязательно рассказывает о том, каким человеком был ее знаменитый земляк. Аркадий Павлович Айдака я очень хорошо помню. Его очень не хватает нам тут. Когда он проходил по музею, его место здесь было. Он всегда около окна сидел, гостей встречал. Он всегда помогал. И на сегодняшний день как будто он вместе со мной рядом и по работе помогает. Мы его все помним и гордимся, что он наш земляк. Аркадия Айдака добрым словом вспоминают не только земляки, но и его друзья, старатники. Живущие в разных уголках страны. И пусть его уже нет с нами, но дело его живет. И ленинская искра, которая зажглась еще в прошлом веке, продолжает гореть. Галина Титарчук, Игорь Зверев, Республика. В Чебоксарах уже второй год реализуют проект «Живые уроки». Городские школьники во время летних каникул посещают различные экскурсии. В одной из них ребят сопровождала и наша съемочная группа. Кто обратил внимание, что написано на этой арке? Сквер. А внизу, ниже сквера, что было написано? Кто видел? Пирогова. А кто такой товарищ Пирогов? Вот такой вопрос можно услышать в сквере имени Пирогова, если вы попали на экскурсию под названием «Экоград». Это одна из точек пешего маршрута. Всего их четыре. И на каждой свои задания и игры. Выяснить, какие деревья растут в лесу. Найти спрятанный тайник и даже нарисовать клумбу своей мечты. Сегодня этим занимались ученики 46-й гимназии. Она состоит в виде кубика рубика. Красные и желтые, мы думаем, что это бархатцы. Синие – это синие розы, так как они очень редкие в нашем мире. А зеленым цветом это будут какие-нибудь обычные трава или что-нибудь еще. Ребята запомнили и новые факты. Этот памятник посвящен дружбе разных народов. Пирогов – это врач-анестезиолог. Он всемирно известен. Кроме «Экограда» в Чебоксарах есть еще три маршрута. Лето удивительных открытий, Чебоксары – город побед, Чебоксары – город возможностей. У каждого свое направление. Особенности пешего туризма, наверное, заключаются в том, что дети имеют возможность те знания, которые они получили на своих уроках по родному краю, по окружающему миру, именно уже здесь вживую посмотреть, получить новые практические знания в ходе пешего образовательного маршрута. Кроме пеших, ребят ждут автобусные и троллейбусные экскурсии. Программы в столичных парках и музеях. Живые уроки будут проходить все лето. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевска, Александр Петров, Республика. На сцене Государственного русского драматического театра «Столица Чувашия» идут репетиции нового спектакля по пьесе «Карло Гальдони. Венецианские близнецы». Премьера назначена на 8 июня. Подробнее Юлия Важенина. Доченька, вот это и есть сеньор Цанетто. Дорогая сеньорина невеста, я приветствую вас! Карнавальные маски, плащи, мечи и музыка Вивальди. В авантюрной комедии «Венецианские близнецы» есть все – любовь, ревность, отравление, охота за бриллиантами. По мнению режиссера, спектакль с элементами буфонады, лирики и клоунады должен покорить зрителей. На первый взгляд кажется, что это очень легкий жанр, но на самом деле он требует очень много импровизации, свободы актерской, потому что без этого невозможно. Нужно всегда существовать на сцене, сейчас, здесь. Легкая и изящная комедия Карла Гальдони имеет незамысловатый и простой сюжет. Два брата-близнеца, которых играет один актер Александр Смышляев, не подозревают о существовании друг друга. К печали или радости братья влюбляются в одну девушку. В одно и то же время они попадают в Верону, что вносит путаницу в жизнь и любовные похождения обитателей города. С приездом близнецов жизнь в городе становится совершенно непредсказуемой. Моя дорогая Бетрич, да, дорогой друг, пока я здесь, не зовите меня Танину. А как же прикажите вас звать? Называйте меня Занетто! Очень тяжело перестраиваться с одного состояния в другое состояние. Играешь с одного человека, тут же надо перестраиваться на другого человека. Абсолютно другого человека, но родных по кровью. В чем сложность, в том и плюс, мне кажется. Вот это перестроение интересно. Очень интересно мне самому быть в другом состоянии. Тут я один, захожу за кулисы с другой стороны, допустим, либо откуда-то с другой стороны, выхожу другим человеком. Вот это интересно. И существовать в данном образе очень интересно. Художественное оформление спектакля заслуживает особого внимания. Искусно сделанные декорации погружают зрителя в атмосферу маленького итальянского городка. Я люблю иной материал делать. Вот почему? Потому что внедряешься в это, окунаешься, как бы совершенно другую эпоху, другой стиль, его изучаешь. И потом в этом уже купаешься, как бы работаешь. Ну, тем более мне интересно было, я был в Италии, не в Венеции, конечно, а в Генуе. Ну, примерно уже я ощутил это, впитал в себя атмосферу, солнечную Италию. «Венецианские близнецы» – это последняя премьера уходящего театрального сезона. Постановка посвящена 95-летию со дня образования Государственного ордена, знак почета Русского драматического театра. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Продолжение следует...